Здравствуйте! Это наш Новосибирск Диалог и я Вячеслав Горчаков. В городе десятки салонов оптики, где офтальмолог или оптометрист помогает подобрать очки, а вот оптику в собственной мастерской увидишь уже не часто. Какие услуги там предлагают, узнаем у заведующей филиалом «Оптика-1» Новосибирской аптечной сети Светланы Москалевой. Светлана Александровна, приветствую вас в студии. Здравствуйте! Но, если я не ошибаюсь, в муниципальной аптечной сети, которую вы представляете, 5 оптических мастерских, и это повод для гордости, да? Почему? Покупатель получает заказ здесь и сейчас. То есть это возможность всегда для покупателя заказать срочные очки, либо изготовить их по индивидуальному рецепту в короткие сроки. И также это возможность для контроля полного процесса на месте, начиная от подбора очков и заканчивая изготовлением. А если нет, допустим, при оптике своей мастерской, то могут затянуться сроки? Ну да, конечно. Конечно, если какая-то оптика пользуется услугами сторонних мастерских, то, конечно, сроки, они достаточно длинные бывают. Ну, подозреваю, что это очень затратное дело, организовать свою мастерскую, еще и специалистов найти, да? Да, можно предположить. Купатели некоторые уже знают некоторых по именам. Золотые руки. Ну, признаюсь, я очки никогда не носил, хотя со зрением есть проблемы. У меня контактные линзы. Поэтому все, что вы расскажете, для меня будет в новинку. Про изготовление очков я понимаю, что существуют разные виды линз, и вы принесли с собой образцы. Давайте расскажем, какие линзы можно себе, в принципе, взять на очки, да? Ну, сейчас, конечно, изготавливаем в основном полимеры линзы, используем пластиковые линзы, материал. Потому что это легкий материал, это всегда удобно, очки не тяжелые. Легче стекла, да? Легче стекла. И если они даже у вас куда-то упадут, они не разобьются. Единственный недостаток этого материала, что материал мягкий, больше подвержен царапинам. Но здесь надо просто аккуратно обращаться, выполнять все правила по эксплуатации очков, и очки будут всегда служить долго. С минеральными линзами, конечно, еще используют некоторые, любят, особенно пожилые люди, потому что это практично, конечно же. Линзы не царапаются. Но очки более тяжелые и, соответственно, неудобные. Например, вот возьмем такую линзу. Линза бифокальная. Кстати, интересная выемка у нее такая, да? Это видимый сегмент. Изобретено это во второй половине 18 века, еще было Бенджамином Франклином. При помощи разделения двух однофокальных линз разной оптической силы и соединены. И вот до сих пор она еще используется у нас. Когда плохо видно вблизи, и в то же время уже видно плохо вдали. Люди используют эти линзы. Сейчас, конечно, линза нового поколения, линза мультифокусная. Здесь несколько зон видения. И они между собой еще соединены плавным переходом оптической силы. Плавный переход дает комфорт зрения. Линза мультифокусная – это уже новое поколение линза. Линзы фотохромные здесь представлены. Вот они в помещении, к сожалению, не затемняются. Они затемняются только от ультрафиолета. Можем показать, что при подаче ультрафиолета линза меняет свой цвет. И это, если изготовить очки с такими линзами, это получаются очки два в одном. И солнцезащитные на улице они будут затемняться. И от снега зимой они будут затемняться. И в помещении они будут просветляться. То есть очки очень удобные два в одном. А это правда, что вы в мастерских можете еще и затонировать линзы? Да, конечно. Есть такая у нас услуга – покраска полимерных линз. Разные интенсивности, разными цветовыми гаммами. По желанию клиента полностью окрашенные линзы. Или наполовину, как вот здесь. Это называется градиент. То есть видимая зона, она более светлее для того, чтобы человек, зайдя в помещение, видел предметы, которые ему нужно видеть. А выйдя на улицу, солнце ему прикрывает глаза. Светлана Александровна, дайте совет ведущему. Как известно, у нас под софитами очки дают блики. И нужны специальные какие-то линзы, да? Да. Для того, чтобы этого не происходило. Какие линзы подойдут телеведущему? Ну, линзы, которые поглощают вредный спектр коротковолновых волн, это синий спектр. Он хорошо убирает блики и глаз меньше устает. То есть зрительная нагрузка колоссальная, когда блики попадают в глаз здесь, блики убираются, соответственно, глазу комфортно. Могу продемонстрировать. Вот здесь у нас представлена линза с обычным покрытием. Если мы направляем, то мы видим, что водяной знак в денежке проявляется. А это линза нового поколения с блокирующим эффектом. И если мы направим их сюда, то здесь практически никакого проявления нет. Поэтому комфортная линза. Как быстро такие линзы изготавливаете? Сроки изготовления линз зависят, конечно, от сложности заказа. Но от 10 до 40 минут изготовление идет. В зависимости от сложности линз. От бренда, может быть, оправы зависит. То есть чем дизайн оправы сложнее, тем, конечно, больше времени требуется мастеру. Линзы бывают сложные тоже и по дизайну, и большой рефракцией линзы. Они тоже обработке подлежат дольше. А так самые простейшие от 10 минут. Я слышал, бывают случаи, когда берут сразу несколько очков для разных целей. Действительно это оправдано? Ну, вы знаете, здесь, конечно, все индивидуально. Но в данный момент, конечно, на рынке представлены такие хорошие оптические продукты. Это такие линзы мультифокусные, когда можно трое очков в одни очки объединить. Это очень удобно. Вы с собой еще взяли готовые очки. Вижу здесь разные оправы. Для каких они случаев? На любой вкус, как говорится, и цвет. Единственное, что бы я хотела обратить внимание, это, наверное, может касаться новичков, и может даже вас, потому что раз мы не носили никогда очки, значит, существует размер. У каждой оправы существует свой размер. Он указывается на внутренней стороне заушника. Состоит он из трех цифр. Вот здесь вот состоит из трех цифр. Цифры указаны в миллиметрах. Первая цифра говорит о ширине линзы. Вторая цифра говорит о ширине переносицы. И третья – это общая длина заушника. То есть, зная вот эти размеры, можно со стопроцентной уверенности подобрать оправу и быть уверенным, что она однозначно вам подойдет. Ну, понятно, что мастерская – это не только от слова «изготовить», но еще и от слова «починить». Чаще всего с какими проблемами обращаются к вам носители очков. Допустим, там царапина появилась. Нужно менять линзу тогда? Да, надо менять. Это уже не починишь? Да, это только замена линз. Если, например, оправа еще позволяет замену линз, то мы это делаем. То есть, в оправе клиента мы можем сделать замену линз. Востребованная услуга – это ремонт очков. И многие даже и знают об этом. И приходят, и как сарафанное радио, как говорится, распространяется среди людей. И порой смотришь на человека, он до такой степени привык к своим очкам, что готов на любое восстановление, так сказать, реанимацию этих очков. Поэтому, конечно же, мы такие востребованные ремонты, как замена заушников, замена шарниров в пластиковых оправах делаем, носовые упоры меняем, винтики меняем, ну и линзы, соответственно, меняем. А когда оказал какое-то механическое воздействие на оправу, присел, прилег, уронит. И, соответственно, оправа меняет свой первоначальный вид. И они, когда приходят к нам, мастер может прямо на месте провести юстировку или выправку оправы специальным инструментом, возвращая первоначальную форму оправы, соблюдая все анатомические особенности пациента и, соответственно, определяет правильную посадку на лице. А есть ли среди сотрудников вашей оптики или вашей мастерской такие вот, скажем так, стилисты, которые поймут, какие очки, какие оправы подойдут для конкретного типа лица? Да, конечно. Все наши специалисты, они с большим опытом и всегда дают такие обширные консультации и врачи, и оптометристы, и продавцы-консультанты. И у нас на информационных наших стендах размещена такая информация, как с какой внешности подобрать оправу. Но, вы знаете, мы всегда предлагаем широкий ассортимент оправ. И такой, знаете, делаем неторопливый выбор для пациента. Он всегда может сколько времени потратить и выбрать себе то, что ему подойдет. Ну что же, спасибо большое за ваши советы. А я напомню о том, как работают оптические мастерские. Мы говорили с заведующей филиалом «Оптика-1» новосибирской аптечной сети Светланы Москалевой. Это был наш «Новосибирск. Диалог». Четкого вам зрения. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...